Добрый день! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, бывает ли настоящая христианская любовь безответной? Да, бывает безответная настоящая христианская любовь. Моему поколению священников довелось видеть великих старцев. Они были исполнены любви, вот как отец Иоанн Крестьянкин, например. Это была сама любовь, то есть человек, который попадал к нему в круг его общения, к нему в келью или в храме подходил к нему, попадал в его объятия, в эту любовь без всякой примеси. Он был абсолютно безответен, абсолютно безоружен. и человеку не нужно было больше никаких доказательств бытия Божия и правоты церкви православной и так далее. Но были люди, которых никаким образом встреча с отцом Иоанном Крестьянкиным ни к чему не сподвигла. Непрошибаемые, совершенно каменные сердца. Вот. Не буду сейчас утверждать и фантазировать, что было потом с этими людьми. Может быть, кто-то из них потом и вернулся, и растаял, и почувствовал эту любовь, но я помню такие случаи. Да что говорить о старцах, когда этот мир, этот мир, он буквально находится постоянно под светлейшим, светлейшим потоком любви Божией, обращенной к нему, к каждому человеческому сердцу. И сколько мы видим ответов на эту любовь, как мало христиан, а как мало христиан в сердцах и в глазах которых отражается эта любовь Божия настолько, что они становятся как бы отражателями этой любви, да, проводниками ее дальше в мир. Да, настоящая христианская любовь может быть безответной, и чаще всего она безответна. Но это не значит, что не надо любить. Кто-то говорил из отцов, что нам не заповедано Христом, чтобы нас любили, нам заповедано любить других. И еще кто-то говорил из великих, что нам не заповедано Христом, чтобы истина восторжествовала, нам заповедано свидетельствовать об истине. Поэтому мы, если имеем внутри себя христианскую любовь, хотя, конечно, это еще большой вопрос, то мы должны всячески осторожно, правда, так, чтобы и нам оставалось тоже порционно, но обязательно выдавать ее во внешний мир по направлению к человеку, по направлению для начала к самому близкому кругу нашего общения, которым чаще всего являются наши близкие, наша семья, наши друзья. А там посмотрим, насколько окружающие нас люди ответят нам или не ответят на эту любовь. Но если человечество так слабо и лениво и тяжело и трудно отвечает самому Богу, то не будем думать, что мы быстрее, чем Бог, растопим своей христианской любовью человеческое сердце. Бог терпел и нам велел. Наберемся терпения. Мы знаем, слава Богу, за тысячи лет существования Церкви примеры, когда такие капли христианской любви растапливали камень сердца другого человека. И пусть это занимало всю жизнь, но пусть и в конце жизни человек отвечал на эту любовь и был благодарен до самого своего основания за труд Бога над собой и за труд других людей над собой. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.